Сегодня Татарстан, являясь мощнейшим энергетическим промышленным, аграрным сектором экономики, выглядит экологически менее привлекательным на фоне других, более зеленых регионов России. Для сравнения, в 1800 году более половины территории Республики Татарстан были покрыты густыми лесами. Лесистос составлял 52%. Рост городского населения, развитая транспортная инфраструктура, не предобывающая промышленность и интенсивное освоение лесных территорий приводит к фрагментации лесных массивов. Сейчас наши леса, по словам, представлены мягколистенными породами, и они испытывают значительную нагрузку. Поэтому наша основная задача повысить лесистос Республики, улучшить породный состав наших лесов. Основное внимание мы уделяем именно лесовосстановлению. Общая площадь лесов Республик Татарстан на сегодняшний день составляет 1 миллион 2700 тысячу гектаров. Из них хвойные насаждения занимают 24%, твердолиственные 17%, мягколистерные и кустарники составляют 59%. Лесистость Республики, я уже говорил, составляет 17,6%. На душу населения приходится 0,4 гектара лесов, а для комфортного проживания человеку необходимо наличие лесистости на уровне ниже 25%. В государственном программе Российской Федерации развитие лесного хозяйства на 13-20-е годы и стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 30-го года предусмотрено создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия. В прошлом году были выполнены мероприятия лесовосстановления на общей площади 2061 гектар. Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади 17063 гектара. Подготовка почвы под лесные культуры текущего года, 17-го года, получается, выполнена на площади 1600 гектаров. Дополнение лесных культур составило почти 5000 гектаров. В рамках долгосрочной целевой программы развития лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014-2020 годы, а также при поддержке президента Республики Татарстан в 2016 году заложено защитные противоэрозионные лесные насаждения на площади 2194 гектара. В 2017 году мы планируем сохранить эту тенденцию. Работы будут продолжены. Учитывая, что в 2017 год указан президент Республики объявлен год экологии, мы готовы при соответствующем финансировании проводить работы по закладке защиты от лесных насаждений. Увеличение лесных площадей и улучшение структуры лесного фонда невозможно без качественной лесосименной базы и лесных питомников. В 2016 году всего было заготовлено 4307 килограммов семян, в том числе 832 килограммов семян в поле пород, 2959 килограммов листьевных пород, 516 килограммов прочих бревестных пород. В 55 базисных лесных питомниках посет лесных семян произведен на площади 25 гектаров, при плане 22 гектара. В прошлом году в лесных питомниках всего выращено 30 миллионов штук стандартного посадочного материала, что полностью обеспечивает потребность стандартного посадочного материала. Кроме основных лесообразующих пород, в последние годы мы стали выращивать около 2 миллионов штук посадочного материала и коррективных и плодово-ягодных пород, что пользуется большим спросом среди населения. Рубки ухода за лесом и санитарные рубки проведены на площади более 21 тысячи гектаров. Общий запас заготовленной древесины составил 835 тысяч километров, в том числе 648 тысяч километров ликитных древесинок. Освоение расчета лесосейки по спелам и перестойным нахождениям составило 37%. Отвод по всем видам рубок выполнен на 100%. На следующем слайде приведена количественная и качественная оценка изменений в состоянии лесов, расположенных на землях лесного фонда, начиная с 3 по 16 годы. Общая площадь лесного фонда за 13 лет увеличилась на 11 тысяч гектаров. Из общей площади по карты лесной растительностью в третьем году на дозу хвойных насаждений проходилось 23% твердолиственных, 23 твердолиственных, 19 мягколиственных и наоборот. За 13 лет площадь насаждений с преобладаемых хвойных пород увеличилась на 14 тысяч гектаров. Площадь лесных культур увеличилась на 40 тысяч гектаров. Площадь не самокнувшихся лесных культур сократилась на 14 тысяч гектаров. Эти показатели положительно характеризуют деятельность лесниц в части лесовосстановления. В целом, за последние 13 лет покрытая лесом площадь увеличилась на 34 тысячи гектаров. В лесоразведении немаловажную роль играет лесной селекционно-селеноводческий центр, производственная мощность которого составляет 12 миллионов штук посадочных материалов в год. В последние годы в республике практически вся культура создается с использованием посадочных материалов, вращенного в этом центре. Сегодня современная наука и технологии объединяет ученых разных стран. Лесное хозяйство не стало исключением. Мы осуществляем совместные проекты с учеными Германией. Это оптимизация смешанного посадения дубов через этого и липо-минкористы и создание лесоплантаций в республике Татарстан. Совместные проекты являются значительным вкладом в развитие российско-немецкого научного сотрудничества в сфере лесного хозяйства. Основными мероприятиями, направленными на формирование социально-экономических условий развития лесного хозяйства и экологической среды, являются охрана и защита лесов от пожаров. До начала пожароопасного сезона, в 2016 году, всеми личностями совместно с исполнительными комитетами муниципальных районов были согласованы и утверждены планы по предупреждению и тушению лесных пожаров. Разработан и утвержден свод и план тушения возможных лесных пожаров на территории республики. В 2016 году для охраны лесов были созданы оборудованные пожарные дружины, утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования лесов, организованы 150 мобильных групп пожаротушения. Во всех леснистях были проведены работы по противопожарному обустройству лесов и обучению персоналов. Современную помощь и поддержку противопожарной пропаганды оказывает Республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Активно помогают в противопожарной пропаганде республиканские средства массовой информации, за что мы им очень благодарны. Одним из проблемных вопросов весной в возникновении лесных пожаров является выжигание сухой травы и листерней на землях сельхосформирования. Специалистами регионального благословения диспетсерского управления Министерства в прошлом году зарегистрировано 42 случаи возгорания неконтролируемых сельхоспалок на землях сельхосформирования на площади 17 гектаров, которые были ликвидированы работниками лесной охраны с выездом на листах возгорания, чтобы не допустить переход огня на лесные массивы. Благодаря профилактическим мерам и контролю предпринятым Министерством практической помощи, оказанной со стороны Федерального агентства лесного хозяйства и правительства республики за последние 6 лет, лесные пожары в Татарстане не допущены. В Министерстве уже началась подготовка к очередному пожароопасному сезону. В 2016 году лесонарушений было выявлено всего 447 фактов лесонарушений. Сумма населенного ущерба составила порядка 10 миллионов рублей. Составлено 615 протоколов об административных правонарушениях. В расчете на обсоучастковое лесничество приходится 3 случаев нарушений. Выявляемость лиц, совершивших лесонарушения, составила 96%. Возыскиваемые ущерба 83%. Следственные органы направлены в 34 материала для возбуждения уголовных дел. Задача по охране лесов от пожаров, эффективности государственных контроля и надзора остается приоритетной и в этом году. Не оставила бесследным засуха 10-го года, которая и на сегодняшний день оказывает влияние на состояние насаждения с последующим продолжением усыхания. В прошлом году на площади 70 тысяч гектаров проведено лесоподологическое обследование и намечено мероприятие проведена очистка от заполненности лесных участков на площади 11 тысяч гектаров. В целях привлечения внимания широкой общественности к экологическому воспитанию и культуры поведения в лесу проведены республиканские акции «Чистые леса Татарстана», «День посадки леса» и другие. В прошлом году проведены работы по благоустройству мест отдыха вдоль автабельных трасс, изготовлены места отдыха, баннеры на противопожарную тематику. Особое внимание уделяется вопросам правильного использования лесных ресурсов. В лесах республики преобладают перестойные спелые осиновые насаждения, их востребованность создает определенная невостребованность, создает определенные трудности к введению лесного хозяйства. На сегодняшний день приоритетом для лесного хозяйства на республике является реализуемый с 2013 года в особой экономической зоне Алладуга турецкой компании «Кастамону» проект по приработке леска отварной древесины. В рамках заключенных договоров в 2016 году под ведомственными учреждениями на завод отгружено 436 тысяч километров древесина. В соответствии с поручением президента республики Татарстан Рустама Новгоревича Миниханла договора о поставке древесины пролонгирована и на этот год. Общий объем отгружаемой древесины – 510 тысяч километров. Для бесперебойного обеспечения завода сырье в республике все чаще применяются интенсивные постепенные возрастные рубки. По квартальным методам с использованием агрегатов техники, что в свою очередь положительно влияет на производительность труда. Для проведения лесозаготовительных работ в 2016 году закуплено 10 лесозаготовительных комплексов фирма «Амкадо» – это белорусского производства, и многое-многое другое. Обновление автотракторного парка продолжается. В 2016 году в Министерстве успешно проймена сертификация лесоуправления. Наличие этого сертификата подтверждает соответствие деятельности Министерства лесного хозяйства высоким требованиям принципов лесного попечительского совета по обведению экологически безопасного, экономически устойчивого и социально ответственного лесоуправления. В прошлом году лесхозами произведено товарной продукцией, выполнено работа и оказана услуг на сумму 644 миллиона рублей, что на 23% больше, чем в 2015 году. Получено прибыль 22 миллиона рублей. Средняя заработная плата за прошлый год в лесхозах составила 18 тысяч рублей. Это составляет 113% к уровню 2015 года. лесничество, оно составляет 17 тысяч рублей. Как видите, зарплата в лесном хозяйстве очень низкая, поэтому она, работа не очень привлекательная. У нас очень много вакансий. В настоящее время нам необходимо возродить производство товаров на ротопотребление для удовлетворения спроса населения, для чего задействовать нужно цеха по приработке и мелкотоварной тревесины. Все это даст дополнительные рабочие места, товарную продукцию и приработок. В какой-то степени. Помимо основной деятельности введения лесного хозяйства, министерство занимается и сохранением биологического разнообразия, так называемого. За прошедший год на карте республики появилось три новых памятника с природой общей площадью 139 гектаров. Из них 95% на землях бугульминского лесничества. Таким образом, общее число особо охраняемых природных территорий достигло 174 гектаров. Их общая площадь составляет 2,5% от общей площади республики. А так, по нормативу, согласно постановлению Кабинета министров, она должна составлять 3%. Над этим еще нам надо поработать. Немаловажно отметить, что в 16-м году издана третья редакция красной книги республики Татан-Тан. Они у нас где-то имеются в раздательстве материала, в истории. Она вышла недавно, только что из-под пешки. В новой издании вашей 612 редких видов растений, грибов и животных. В том числе 64 вида, включенных в красную книгу Российской Федерации. И в том числе 6 видов, включенных в международную красную книгу. Презентации книги еще не было. Презентации, так что мы скоро презентацию ее проведем. Но вот так совпало, так получилось, что мы эту книгу недавно получили и решили некоторую часть раздать сегодня. Так что, премьер успеем презентовать, потому что проделана огромная работа ученой. Инспекторами государства природных заказников было выявлено и пресечено 995 нарушений на объектах природно-допалетного фонда. Оргумент взыскаемости штрафа составил 81%. Этому способствовало улучшение материалов технических разнощенностей и повышение квалификации специалистов. В Министерстве проводится работа по профилактике коррупционных и над правонарушениями в лесной области, в том числе в рамках государственной программы реализации антикоррупционной политики Республики Катарстан на 15-20-е годы. В то же время остаются актуальными вопросы самовольного захвата лесных участков, что нарушает права граждан на свободное пребывание в лесах и является грубейшим нарушением лесного законодательства. Основной причиной подобных нарушений является превышение органами местного самоуправления по распоряжению землями лесного фонда. Решить эту проблему возможно при безотлагательном установлении границ лесных участков. Всех последующий постановка на кадастровый учет, потому что у нас всего на всего около 15% лесов только поставлен на кадастровый учет. Постановка кадастрового учета зависит от финансовых возможностей и естественных. Земли являются федеральными, федеральной собственностью, поэтому на эти цели денежные средства финансовые должны выделяются по закону федералами из федерального бюджета. Об этом кто знает, тот прекрасно знает. Для реализации, я уже говорил, этой работы необходимо соответствующее финансирование. Тут ничего абсолютно сложного нет. Есть определенные танцы за один гектар, сколько стоит один гектар постановки на учет земли лесного фонда. Если будут финансы, тут никаких проблем нет. Мы постоянно обращаемся и к правительству республики, и к президенту республики, и к федеральному агентству. Какой еще вот таких рисков передвижений нет. Особое внимание мы уделяем образованию и квалифицированным кадрам. Подготовка молодых специалистов ведется совместно с Казанским государственным аграрным университетом. В 2016 году по договору о целевом обучении в аграрный университет направлено 12 студентов, 2 студента направлено в Павловский университет. 19 выпускников Казанского государственного аграрного университета и Лубянского лесоперсинского колледжа устроено под ведомственным учреждением Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан. Основа будущего лесного хозяйства это школьные лесисты, как мы думаем и говорим. Вот сегодня они нас встречали, поприветствовали, на них было смотреть приятно. Будущие лесоводы они наши, мы надеемся. Сейчас в республике, в школьных лесистовах занимаются где-то полтора тысячи учащихся. У них своя программа, они занимаются сбором трав, помогают нам в проведении лесокультурных лесов, лесовоцентрических и других работ, которые касаются введения лесного хозяйства. Руководителям лесистов необходимо больше уделять внимание школьным лесистам, поощрять детей за любознательность, трудолюбие и участие в различных мероприятиях. Работа по совершенствованию деятельности школьных лесистов будет и дальше продолжена. Положительным примером служат участие работников отрасли в соревнованиях среди бальщиков леса. Так, татарстанский лесорубок второй год подряд становится старыми победителями на Всероссийском чемпионате лесорубок. И в 15-м году, и в 16-м году. Уважаемые коллеги, все достижения лесного хозяйства республики – это результат внимания и поддержки со стороны президента и правительства республики Татарстана. А также Федерального агентства лесного хозяйства и целенаправленно работой всего коллектива Министерства лесного хозяйства республики Татарстан. За столь короткий промежуток времени в одном докладе невозможно рассказать о проделанной за год работе специалистов лесного хозяйства. Надеюсь, выступающие дополнят меня в своих докладах. В заключении еще раз хочется поблагодарить президента республики Татарстан, который оказывает нам повседневно постоянную помощь, поддержку правительства. Спасибо за вас, Василий Азович, за то внимание, которое вы оказываете лесному хозяйству Татарстана и выразить огромную благодарность и признательность. Уже традиционно в рамках празднования Дня работников леса стало ежегодное вручение руководства в республике Татарстан, служебных автомашек и другой техники лесовода в республике Татарстан. Без поддержки руководства республики мы бы не смогли достичь таких результатов. Потому что после, как будем говорить правильно, ликвидации, что ли, старого лесного закона, все было уничтожено, сказать разворовано, некорректно будет, расшищено, тоже некорректно будет. Ну, как сказать, я не знаю. У нас ничего не осталось в Курске, ничего. Благодаря помощи, поддержке мы постепенно встаем, постепенно восстанавливаемся, восстанавливаемся в сихах, приобретаем технику, оборудование и с каждым годом у нас показатели увеличаются. В свою очередь, мы, лесоводы, сделаем все возможное для сохранения иррационального и исполненного богатства Татарстана и в целом Российской Федерации.